Доброе утро, друзья! На улице весна, 6 мая, но у нас по-прежнему деревья спят. Первые попытки проснуться в саду только-только начинаются, а дед уже все цветет. Вот я продолжаю эту серию, это вторая серия фильма, которая говорит о том, что не может быть никогда. Да, наконец-то успокоились через 30 лет, успокоились только недруги, которые когда-то, когда появились мои первые фотографии в газетах, не было интернета. А так как это Сибирь и не может быть никогда, то еще такая роскошь невероятная, невероятная роскошь, ничуть не хуже Италии, Испании. Вот, и эта роскошь начала переходить в другие сады. Вот, один фильм мы уже сняли, сейчас поснимем и второй. Вот эта картина, да, это монаха-шлябя, воин, садовод-воин. Сейчас он на небе, он вместе с своими товарищами спас Русь. Вот, от разграблений, от пожаров, от убийств. И сейчас он на небе, и, наверное, возможно, он отвечает именно за садоводство. Наверное, подозреваю, может быть, он тот самый святой, который отвечает именно за садоводство. Поэтому я разместил здесь его фотографию. Сейчас мы с вами пускаемся на землю. Вот это мы с вами уже видели. То, чего растет в чужих садах, даже персики. Первый этап не может быть никогда у Железова. Вот видите, это из косточек выросло. У меня все долбят, с косточек должны дички вырасти. Да какие солидные люди долбят. О, я рядом с ними мальчишка. Я же не знал, простите меня, девчата, с Тимирезовской академии. Ну, простите вы меня, я же не знал, что это не должно расти. Просто не знал. Вот здесь мы остановились. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А, это я вам показал, вот здесь. Так, Владимир Федосеев. Валерий Константинович, здоровья долгих лет. Ваше дело живет и в суровом Забайкалье. Слива или абрикос из ваших косточек. Вот. Вы понимаете, как это было, приговором звучало. Этот самый. Канал Туманова. Миллион, больше намного миллиона этих подписчиков. Вот. Две дамы. Какие мы это. Да у нас классическое образование. Да у нас шикарное образование. Вот. С косточек культурных вырастают дички. Точка. Ну, я и разозлился. Ну, давайте смотреть на эти дички. Ой, ёлки-палки. Вот это дички. Ой. А дички-то какие. Да. Бедные девчата. Ведь может инфаркт хватить, если правда узнаете. Ладно, посмотрели. Теперь мы смотрим на еврейскую автономную область. Ну, прививка из моих черенков. Валерия Хрусталёва выросли персики. Первый урожай. Это старый снимок. Сейчас я не знаю, что там делается. Но он выросил под снегом. Леонора. Это я ни при чём. Это кто-то мне скопировал, переслал из какого-то другого сайта, канала. Это Татьяна Паниковская. Татьяна Паниковская и Леонора. Цитирует. Да ничего сложного. Самое главное посадить, где нет подтопления в снеговую воду и дождями. Прививку ни в коем случае не заглубить. И оттаптывать снег в начале весны от грести от ствола. И всё. Вот. Да. Делать регулярную обрезку, в том числе укорачивающую. Вот тут я, мягко говоря, не согласен насчёт регулярной. Только по необходимости. Итак, Челябинская область. Костинский район. Выращенный из косточек от Валерия Железова из Сибири на четвёртый год плоды. Шайбу. Вот. Замечательно. На четвёртый год плоды. Смотрим. Ох ты, бедные девчата. Как хорошо, что они сказали. Мы никогда не заглянем на сайт Железова. Мы никогда не посмотрим ни одного вебинара. Никогда. Я понимаю, почему здоровье дороже. Инфаркт точно бы хватило. Вот если бы кто-то приехал в Воронок, если бы кто-то их посадил в этот самый, как он называется, Воронок, да, заставили их это, посадили, камеру включили, этот, компьютер сказали, не выпустим, пока не посмотрите. Ну, в конце концов, нельзя же людям голову-то морочить. Вот это, коротенькая вставочка, это мои косточки, семечки, из которых, ну, по фотографии, годовой или двухгодовой давности, вот это называют золотой запас России. Другое дело, что этот запас России нахрен не нужен. Вот, по осени это выглядит вот так. Вот. Тарификация выглядит вот так. И это уже перед весной. Смотрим. Ага, вот это как на телевизор, все, все, как на экране, все видно. Пора, пора, пора. Потом вступает в действие вот эта дама, одна из моих помощниц, и в таком виде, плюс потом добавляется еще песок, и рассылается вам. Теперь серенки. Привет от Латинкова. Юрий Алексеевич на том свете. Царство ему небесное. Однажды он получил от меня серенки, привил, а у него руки золотые, и получил великолепное урожае. Манитоба, вот, Академик. Это я снимал, их на самом деле у него целый сайт, и там можно увидеть много чудес, а это просто я снимал с экрана, и хотел показать, как расходятся мои серенки. Вот. Видите, как расходятся. Это уже Челябинск. Татьяна Рабаджи. Вот такие абрикосы выросли в этом году, в 2019 году. Прививала ваши серенки королевский академик, внимание, на волчке абрикоса Кичигинский. Ни одна прививка не прижилась. А Кичигинский для меня практически дикарь. Вот. Поэтому не прижилась. А сам абрикос выдал штук 15 плодиков по 10 грамм. Но это уже это. На то и это. Это вот то, что распространяет многие эти... Если Кичигинский, значит, если пишут под... Берут с интернета роскошнейший абрикос, там, весом 50-100 грамм, в том числе мои, и внизу пишут Кичигинский. Вот. А на самом деле, правда, по 10 грамм. На самом деле, это фактически дикарь. И такие, да, их это... Это уровень многих научных учреждений 10 грамм. В 15-м году благополучно скончался. Отпилить волчки мужу не дала. А весной в этом году он засвел и выдал вот такие шикарные абрикосы. Весом были тысячи до 47 грамм. Вкус необыкновенный, чуть-чуть с горчинкой. Вот. Вот они, что получилось. Ирина Степанова. Дачный сезон. Это тоже мне кто это. Это из интернета. Почему? Потому что тут упоминается моя фамилия. А у меня северный трюм. Ему 6-7 лет. Секунда, тут какой-то вирус так и шарится, так и шарится. Вот. Значит, северный трюм. 6-7 лет. Это слева. Корень живой. А ветки каждый год вымерзают. Растет кустом. Это правильно? А куда ему деваться-то? Конечно, будет кустом расти, раз вымерзает. Замерзание веток это та же обрезка. В прошлом году появилась воронежская цветочка. На завязи не было. А есть еще один. Из косточки Железова. Так он эту северную ветку по росту перегнал, хотя ему 4 года, а растет на чистой глине. Вот и сравнивайте. Научная и любительская. Сад Федорчука. Урожай 2019. Дальний Восток. Село Камышевка. У него такой урожай, у него такой садок. Вот это я вам скажу, да, любуйся. Где вы всегда встретите слово сын Манджорца, это мой бренд. Сыновья Манджорца есть только у меня и у моих учеников, и у моих последователей. Да, они крупные, разные. Сыновья Манджорца у самого Ваулина, Александра Юрьевича, директора Мясского института, показали феноменальнейшие результаты, и он везде и всюду утверждает. Все плоды вкусные, сладкие, съедобные. Вот, урожай, средний у него 40 тысяч килограмм, но сад еще очень молод, из моих сеянцев, из моих железов. Снова возвращаемся к Федоровичу, на Дальний Восток и любуемся. Вот так вот. Сейчас самое интересное, есть еще, в Сызерском районе есть Григорий Козел. Вот, первое познавшение черенки выписывал у вас. Вот. Ну, насчет первого я уже сомневаюсь, по-моему, это было еще, в общем, это, может быть, касалось только Персика, 101. А теперь смотрим, Камышлов, практические советы, Камышлов, это он, Лусинская, Лусинская, так, да, это он, плоды, 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 йо, но это вообще уже нагрузка какая-то, но такие урожаи. Ой, ну, что вы скажете? Это Жигулевская питочка от железа. Вот, ну, мелочь, понятно. гражданин Халилов, но нет слов, йо, раз, два, три, четыре, если их четыре, тут, может быть, пятого не видно, но если это четыре, то они все за сто, получается, они за сто грамм. Вот это результат, это мое в Европе, но не может ничего в Европе жить, гражданин Халилов, кандидат наук, доцент и прочее, прочее, но не стыдно вот сейчас как-то твердить, что все Жигулевская в Европе должно умереть и умирает. 30 километров от вас мои абрикосы растут, вы в Татарстане живете, но разве можно было на всю страну меня позорить? Кстати, он и печатал, Валерка слушает, доесть Валерка. Вот. Этому Валерке уже пора Нобелевской премии вручать, а вы все это самое как с подворотни. И до сих пор не успокоился. 80 лет мужику. Ну. Тут, кажется, я повторил фотографии. Ну, ничего страшного. Сувенир Востока. Нельзя не узнать. Так, прошу прощения, телефон. Слушай, Даша. Здрасте. Здрасте. А это, а это, а это, а это, я еще не знаю, пока звони ей, я через 15 минут закончу фильм снимать. Перезвоню. Перезвоню. Ну, это просто, короче, не 7 минут и машины. Все, 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 потом поговорю. Ну, все, ладно. Чего? Так, прошу прощения, быт есть быт. Ой, е-мое. Это же, смотреть невозможно на это. Вот бы Харилов, посмотрю. Сызерский район. Так, Воднев Андрей, Красноярск. Я его отругал. Сейчас поймете, почему. Ужельзу приобретал саженцы в ведерках. Осенью 17-18 год. Всего 18 саженцев. Вот. 5 яблонь, 5 груш, 3 абрикоса, 3 слива, 2 персика. Все растут. Это Красноярск, 500 км на север, не шутки. В 2020 году зацвели первый раз 2 яблонь Жигулевская. Дали с 3 веток ведро яблок. Апорт корокрасный свел позже в холодные дни. Дал 2 яблока 300-400 грамм. Значит, апорт, без обмана. 3 абрикоса дали по 40-50 плодов. Пробовали сливу сувенир Востока. Вкус отличный. Как у южной груши. Нет свели из подвойных косик и приводных черенков. Валерия Константиновича. У меня растут еще 4 яблони, 4 груши, 2 абрикоса, 4 слива. Слива сувенир Востока. На удивление очень хорошо привился. Сувенир воезжал в Китайке. Хороший рост на третий год возношения. Все саженцы на холмиках и задернены. Прочитал книгу Железова. Просмотрел, кстати, где моя книга. Вот хотя бы вот эту бы выписали. Уже можно было бы иметь результат как Красноярский. Красноярск это Сибирь, крутая Сибирь. Хотя бы эту. А есть еще книга, только под рукой ее нет. Ладно, проехали. Просто обидно, что это. Ну, наверное, есть связь между тем, что он прочитал книгу с результатами. Согласен с агротехникой. Спасибо за ответы по телефону. Фото и видео вышли в следующем летом. С уважением, Воднев. Я за это отругал. Звонит. Да у меня, знаете, плодоносит, плодоносит. Вообще вкусно. Все круто. А я говорю, это самое, гражданин Водня. Это что такое? Где фотографии-то? А где доказательства? А если это самое, я сам сочинил вот это вот письмо, чтобы в Халилову голову заморочить, кандидата наук. Ну, обещал. Посмотрим. Персик Хасанский из Саженцев Железа Псковской области. Псков, недавно получил новое сообщение от друга садовода. Наталья заказывала у нас саженцы Персика Касанского и вот что получилось. Вот что получилось. Персик Хасанский Псковская область 19-й год. Наталья Эфимова. Вот. Четыре дерева получены от Сергея Железова. Я посадил из своих друзей пчеловодов в эко-поселении Дубравное, Парховский район, Псковская область. Сама там не живу, а только приезжаю периодически. Деревья растут без всякого ухода и укрытия чувствуют себя хорошо. В этом году без ухода и укрытия. В этом году я была там в апреле-май и в июне. Первые два фото были мои. А в РЖ они снимали без меня. Сделали небольшой ролик про персики. Надеюсь, вам тоже будет интересно посмотреть. Внимание! Конечно, интересно мне будет посмотреть. Хотя я уже посмотрю. Я еще раз посмотрю. Давайте смотреть. Персик Хасанский. Ага, вот он. Там дарадам та-тарам и сажаются железа. Я тут ни при чем. Это не я поделал с ним. Привет из Дубравного. Вот они все мы. Вот мы все собрались. У нас сегодня большой-большой праздник. У нас сегодня день урожая. Мы собрались на обед и мы сегодня открываем наш обед вот этими замечательными персиками. Вот такие выросли. Мы только что их сняли. Наташа, ты нас прости. Мы не верили, что они вырастут. Когда ты говорила, что будут косточки теперь свои, можно будет вырастить много-много персиков. Но они выросли, они пахнут. Они пахнут. Их можно кушать. Слушайте, берите и кушайте. Будем рассказывать. И рассказывайте свои вкусы. Спелые. Спелые. Мягкие. Мягкие. Бушистые. Косточка отстает. Вот. Они абсолютно спелые. Они на них пчелки и осы там собираются. Там тоже сиропчик берутся. Они были бы сочнее. Вот. Наташечка, ты с нами. Все. Пока-пока. Большой-большой привет. А как сделать, чтобы обратно было? А во время съемки никак. Хочешь давать? Да. тоже. Семинар не нужно перчиков. Вырубай. Так. Ну что, друзья. Посмотрели. Вот. Теперь мне поверите или этому Халилову Псковская область. Так. Ну что, возвращаемся к нашим этим, то есть ясно кому. Персик Хасанский, Псковская область. Это уже фотография сделана. Вот. Красота какая. Этот вирус достал. Вот так вот. А сейчас еще одна сенсация. Вот. Или уже в следующий раз давайте. Жизнь берет за глотку. Вот. Телефон звонит. Всем я нужен. Вот такие дела. Просто полюбуйтесь вот так, а мы будем уже комментировать потом. Этого не может быть никогда. А вот еще и Сызрань. Все. Друзья, на сегодня я заканчиваю. Посмотрите этот кусочек. Вот. И поверьте, что если не калечить деревья, не калечить почву, то все можно вырастить. Загнали садоводство в тупик. Видели вы дикари мои из косточек? Ух, какие дикари. А те, кто еще научится прививать, вот что будет. А вы знаете, мне осталось несколько минут. А где-то у меня свежие фотографии. Несколько минут я имею в виду, что у меня отключится сам компьютер через раз-два, ну, через пять-шесть. Вот. Это я ребенка учу. Видите, прививка в расщеп. Вот это вот мои последние прививки. Сейчас покажу вам. Вот это уже накрытый. Вот. Прививка персика на войлочную вишню. Уже второе покорение войлочной вишни должно лучше прожиться. Вот еще одна прививка на войлочную вишню. Вот. А это скелетная прививка персика на абрикос. Вот еще прививка. Вот это снова на войлочную вишню. Вот еще в самом низу. Если посмотрите дерево покрылось грибами и собирается помирать. А оно дало отводок. Видите вот этот отводок? И второй отводок. Я их привил. Так. Оно еще немножко поплодоносит. Может год два три. бывает умирать не собираются. Вот эти грибы никаких металлических щеток, никакой дури, никаких этих обработок ядами. само грибы едят мертвые чину. Все. Живое они не трогают. Страшная ошибка это. Еще прививки просто на войлочную вишню. Это надо долго объяснять. Вот эта прививка была взята, вернее чернок был взят на прививку. Вот еще одна скелетная прививка. Тут много мелких веток, видите, и многие заставляют специалистов заставляют людей прививать на эту мелочь. И вот когда приведет, вот видите, допустим, здесь вот повыше, думаю, господи, а что она даст одной из десятков веток, несколько плодиков, я всегда приваю на, пусть не на главную ветку, но на несущую, видите. Будем считать, что у нас маленький урок, чтобы вы могли уже сами вырастить, не только покупать косточки у меня или саженца у Сергея Железова. Вот еще, видите, обязательно должна быть мощная несущая ветка. Вот еще, никаких мелких веток, а то вот видите, выше, вот она, веточка, да, вас бы заставили, а давайте ее один к одному прекрасно приживется, ага, а что она даст? Пока ту ветку не отрежь, вот это вот, она развиваться не будет. А надо чтобы отсюда вот эти вот ветки отрезать, которые дают 100-горомовый абрикос. Еще. Вот, а вот это вот, это самое, вот Сергей отрезает верхнюю часть от мощных саженцев и выбрасывает все это в костер. Вот то, что вы видите перед собой, это должно было бы, составило бы славу всей мировой науке, потому что российская точно, только им это не надо. Кроме Ваулина ни один человек, ни это, ни, 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 ни одно учреждение научное не заказало у меня ничего. Никогда. Вот как тот Кичигинский абрикос 10 граммов. Они сидят в научном учреждении и они довольны. Им этого достаточно. А вот плоды весом 100 грамм и больше, для них это недоступно. Это мой сайт. фото галерея. Много из этого, это старые фотографии тут есть, есть свежие, старые. Сразу начали получаться все. Почему некогда было времени калечить деревья, а у них принято, причем от науки пошло. Не скалечишь не получишь. Я не стал калечить, а у меня оказывалось вот это. А они не могут этого. Они выводят новые сорта и тут заберет, калечит у них мороз, только вместо 40 градусов получается, 10-20 и верная смерть. А когда опрыскают ядами, этот яд проникает в почву, уничтожает симбионтов деревья. Почему в школе нельзя это проходить, я вот понять не могу. Вся цепочка разрушается. Грибы, мекориза, вот, черви, все это гибнет, потому что это бесконечное эти опрыскивания. Дерево на голодном пайке дохнет, покрывается этими огромным количеством насекомых. Теперь надо насекомых опять прыскать, прыскать. Грибы ни в чем не виноваты. Увидели грибы, давай прыскать, увидели ранку, давай, она сама бы зажила. Ее надо увеличить в 5 раз и замазать, делать из маленькой ранки огромную рану. Отрезать ветки толщиной в руку заподлицо и думать, что дерево после этого будет вам давать что-то. И вся эта работа научная по выведению новых сортов, иммунных, как угодно называть их. Все на смарку. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. До свидания. До следующей встречи. Это серия номер 2. Вот. Поняли, о чем смотреть. До свидания. А речь шла о том, что у нас сейчас мне покоряется моим сортам. Не мне. Мои сортам и моей агротехникам покоряется вся Россия. Вот. Плюс Украина, Белоруссия, Казахстан. Казахстан.